Место встречи изменить нельзя. На площадке модельного агентства Model Studio May выстраивались длинные очереди молодых, красивых и таких разных. Но вот цель у них общая – примерить корону-победительницы. Сродиться за блестящий атрибут, новый статус, а вместе с тем и новые возможности могли даже девушки без опыта. Мисс Весна – это именно тот конкурс, где ограничений в возрастной категории нет. Берегитесь соперницы. Для саморазвития просто интересно, как это все будет, интересно, какие тут люди и вообще конкуренция нравится. Нравится? Нет, нравятся такие подобные конкурсы, потому что интересно. Я в таком еще не была, интересно себя пробовать. Участвую я в таких конкурсах нечасто, но вот решила себя попробовать, потому что рассчитываю на свои таланты, на свою внешность. Сама из Витевска, и там я участвовала в различных конкурсах, и вот приехала сюда и хочу завоевать. Школьницы, учащиеся студентки, блондинки, брюнетки, шатенги, танцовщицы, вокалистки, профессиональные модели и даже волонтеры. Жюри пришлось непросто. Ведь из самых симпатичных нужно было выбрать еще и самых талантливых и интеллектуальных. Ну и, конечно, красота душевная. Она была и остается основным критерием отбора. Будем смотреть дефиле, как они умеют ходить, как они умеют двигаться. Будем задавать им каверзные вопросы, чтобы посмотреть, как они будут ориентироваться и отвечать на них. После кастинга девушек, вошедших в счастливое число финалисток, ожидают недели репетиций, учебы и отборов. Дефиле, визитки, творческие состязания. Конкурсная программа «Мисс весны» традиционная, ожидается яркая и насыщенная. А вот дату финала одного из самых стильных и ярких конкурсов Бреста организаторы пока держат в секрете. Голосование идет у нас на дополнительную номинацию «Мисс Фото». То, что происходит в группе ВКонтакте, за них голосуют люди живые, люди города Бреста. За это тоже отдельные призы, отдельные подарки. А уже непосредственно на конкурсе именно жюри в течение 10 минут до получаса определяет победительницу.